мир вам драгоценные спасибо что зашли ко мне на канал с вами хотел бы просто поговорить о том что меня наполняет о чем я переживаю как говорится что наполняет мое сердце а да зовут меня виктор лобода и так о чем же мы хотим вернее я хочу с вами поговорить поговорим о библии о боге о церкви и о планах божьих относительно человечества относительной церкви относительно этого мира откуда я знаю об этих планах я читаю библию а библия в свою очередь я в этом абсолютно убежден она дана нам богом для того чтобы мы вникали в нее для того чтобы делали соответственные выводы и для того чтобы жили соответственно тому что бог изложил в этой книге для человечества я слышал одно такое выражение одну такую фразу она мне очень понравилась что если у человека нет библии то у него нет точки опоры я в том что человек он так устроен что ему обязательно нужно на что-то опираться человек всегда ищет на что ему оперется он ищет мнение умных людей он ищет философов каких-то какие-то там умозаключения и он базируется на этих мнениях там религии какие-то так далее то есть человек всегда ищет то на что ему опереться чтобы потом на основании этого строить свою жизнь и в течение истории возникало очень много разных имен но я могу привести несколько там допустим конфуций до нитша ленин маркс там в других местах были там типа мао дзюдунов и прочее то есть всегда всегда были какие-то лидеры которые о чем-то говорили куда-то вели народ но вот смотрите что пишет библия смотрите проклят человек который надеется на человека и плоть делает свою опору и которого сердце удаляется от господа о чем здесь речь здесь речь о том что доверять человеку не в том плане чтобы какую-то работу совершить там договориться о чем-то чтобы что-то сделать не в этом плане главная мысль тут что делает человека своей опорой и сердце в результате удаляется от господа то здесь имеется ввиду философия какая-то которая уводит человека от бога которая заменяет бога и мы знаем печальные вот исторические такие моменты ну скажем о ленине да знаем что в конце своей жизни ленин потерял рассудок он разговаривал там с табуретками со столами ну то есть полностью обезумевший человек этот человек взял идеи библейские выкинул оттуда бога и поставил другие идеи можно сказать поставил себя на место бога и предложил людям изменяться предложил людям свою философию в результате сошел с ума бог поругаем не бывает человек этот сошел с ума так что его пришлось пристрелить как собаку да там люди которые окружали его которые тоже несли его идеи они сложили красивую легенду они нашли исполнительницу которая это сделала женщину которая застрелила его но просто пришлось им убрать этого человека чтобы он не омрачал взоры тех людей которые за ним последовали мы знаем также таком человеке как ницше он тоже в свое время свою философию предложил миру абсолютно безбожную абсолютно основанного на человеческих страстях желаниях за ницше следовали такие люди как гитлер он черпал свое вдохновение в нем это же этот человек потерял рассудок под конец жизни был психоатрической больнице даже говорят что его привязывали на цепь тоже как собаку мы знаем другие имена джон леннон например тоже который возомнил что он круче бога круче иисуса христа сегодня также всплывают разные имена даже современные есть блогеры которые набирают большие миллионные просмотры на своих видео под своими видео и они тоже являются своего рода каким-то мерилом каким-то какой-то точкой отчета для людей которые за ними за ними следует и они свое мнение предлагают людям и люди идут за ними строя свою жизнь строя свое мышление на основании вот этих вот людей или на основании той философии которые предлагают эти люди так вот люди библия нам четко конкретно говорит что человек который основывает своем свою 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 жизнь свою жизнь базирует на какой-то человеческой философии он проклят богом потому что он уходит от бога и ну естественно автоматически подводит себя под проклятие то есть на человеческих мыслях на человеческой философии на человеческих каких-то вот таких вот на учениях очень опасно строить свою жизнь это очень опасно потому что ты строишь свою жизнь как сказал иисус христос на песке без фундамента и дом построенный таким образом он обязательно развалится обязательно потерпит крах библия единственная книга которая проверена временем которая проверена тысячелетиями она давля должна являться тем фундаментом то есть скалой на которой можно строить потому что автор ее всемогущий бог который сотворил небо и землю сотворил нас с вами и он прекрасно знает что нам нужно тебе и мне для того чтобы нам просто жить сегодня я хочу вам предложить размышления на тему которая многократно прописана в писании на тему того как нам нужно жить друг с другом как нам нужно сосуществовать в этом мире друг с другом и эта тема нам многократно прописано в писании и вот такие вот слова или слова сочетания друг с другом друг другу друг к другу и так далее вот такие вот слова сочетания они очень часто встречаются в писании о чем это говорит это говорит о том что наши отношения друг с другом они очень важны для бога то есть для бога очень важно как мы относимся друг к другу Потому что наши отношения друг к другу определяют наши отношения к Богу. И в свою очередь наши отношения с Богом определяют наши отношения друг с другом. То есть это взаимосвязанные вещи. И очень важно, чтобы мы понимали эти вещи. Смотрите, в Писании есть такие места, где говорится, что как вы послужили ближнему, это Христос говорит в одной из своих притч об овцах и козлах, если хотите. Христос говорит, что что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. То есть послужив ближнему, мы служим Богу. И эта мысль многократно прослеживается в Писании. Поэтому это очень серьезно. Если мы любим ближнего, если мы помогаем ближнему, если мы сострадаем ему, умеем радоваться вместе с ним, то это все Бог рассматривает как служение Ему самому, то есть Богу. И, соответственно, с другой стороны, если мы легко можем оскорблять, если мы легко грубим, если идем на всякого рода обман или на конфликты с ближним, то это все опять же Господь рассматривает как наше отношение к Нему. Помните, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне, так Господь Иисус сказал. Поэтому нам нужно очень важно понять эту вещь и, соответственно, сделать выводы и стараться поступать так, как Господу угодно. Это касается абсолютно всех наших отношений. Мужей и жен, родителей и детей. Отношений с соседями, отношений с сослуживцами на работе, отношений в церкви, в конце концов, в обществе, где мы находимся. То есть, это касается всех наших отношений с людьми. И сегодняшний текст, который я хочу прочитать, поделиться с вами, он записан в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Написано так. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем». Опять вот это вот словосочетание «друг другу» – «ищите добра» и «не воздавайте злом за зло». Опять же, друг другу. На первый взгляд, казалось бы, немножко такой неприятный текст. Многие не хотят соглашаться с этим текстом, даже христиане. «Не воздавайте злом за зло». Ну как это, не воздавать? Ведь это же так классно, так приятно отомстить человеку. Не правда ли? Ну, когда тебе причинили зло, обиду, она вошла куда-то глубоко в сердце, и ты чувствуешь, там она печет, она раздражает эту обиду. И вот он, обидчик, ходит рядом с тобой, и тебе казалось бы, ну вот что мне, я могу ему отомстить, я могу, имею такую возможность, как же не воспользоваться этой возможностью? То есть, получается, что Господь забирает у нас такое удовольствие, такое, чтобы нам порадоваться. Такую радость забирает у нас мщение, отомщение. И это желание, оно базируется на чувстве справедливости, которое заложено в каждом из нас. Больше того, я скажу, что это чувство справедливости, оно присуще Богу. Именно Бог заложил в нас это чувство. Именно Бог автор этого. И даже в Ветхом Завете он прописывал такие вещи, как зуб за зуб, око за око, да? Глаз за глаз. Ну, то есть, это Господнее правило воздавать человеку за его грехи, да? Будем таким словом выражаться, библейским. То есть, Бог вложил в нас это чувство, и это нормальное чувство. Чувство справедливости — это божественное чувство, и Бог вложил в нас это чувство, и это чувство, оно нормальное. Однако, почему, почему тот же Бог, который сказал, что зуб за зуб, око за око, когда-то в Ветхом Завете, в Новом Завете вдруг говорит так, «Не мстите за себя, возлюбленные, не воздавайте злом за зло», и так далее. Что произошло? Как это понять? Дело в том, что жизнь человека, она показала, или история человеческая, она показала то, что наши чувства, они испорчены из-за своей греховности. Просто из-за того, что в человека вошел грех когда-то, наши чувства, они испорчены, они могут оценивать поступки людей неадекватно. Приведу пример. Когда-то, еще когда я жил в Мариуполе, мы с моим другом занимались ремонтом квартир. И работали мы у одного заказчика, которого мы называли Максимович. Так получилось, что этот Максимович жил со своей тещей под одной крышей. И вот эта теща, она была, знаете, вот типичный такой пример анекдотичной такой тещи. Она, ну вот, лютой ненавистью ненавидела своего зятя, этого Максимовича. И единственное, как она его называла, она всегда его называла скотина, гад и так, и тому подобного, такие вот вещи. То есть, эта теща постоянно его ругала. Вот мы посторонние люди работаем там, мы плитку ложили в их доме. И она постоянно придет к нам и ругает своего зятя. На чем свет стоит? И вот один случай такой интересный был. Она подошла, эта женщина к нам, и спросила, хотите воды попить? Мы сказали, да, спасибо. И она ушла. Возвращается к нам с двумя бутылочками воды из холодильника. И поносит, почем зря своего вот этого зятя Максимовича. И говорит, представляете, этот скотина, он поставил бутылки в дальний холодильник, чтобы мне больше ходить. И представляете, мы когда-то услышали, ну мы тогда посмеялись между собой. Но этот случай я запомнил на всю жизнь, он до сих пор, это уже сколько лет прошло, я помню. Это же ужасно. Эта женщина по своей ненависти к своему зятю, она все его поступки объясняет только одним. Тем, что он хочет ей зло сделать. Максимович, я понимаю, что он просто поставил эти бутылки, куда поставил, в какой холодильник поставил, в тот-то и поставил. Он совершенно, ну как, не думал о том, чтобы сделать зло своей этой ненаглядной тещей. А она же все его поступки переворачивала, переворачивала. И объясняла только лишь одним, что он делает это ей во зло. Но это как один из таких вот примеров, когда человек неадекватно судит о другом человеке. То есть наши эмоции, наши чувства, наши желания, они зачастую очень сильно испорченные. И мы можем судить человека не совсем правильно или даже совсем неправильно. Мы всегда относимся к людям предвзято. Если мы ненавидим человека, то все, абсолютно все поступки этого человека будут нам казаться мерзкими, какими-то негодными. И голос у него противный, и походка у него ужасная, и ест он мерзко, чавкает того или еще что. И все его действия, которые, что бы он ни делал, оно все направлено против нас. Просто потому, что он и думать по-другому не может. Он думает только так, чтобы сделать мне зло. Но это моя интерпретация, если я ненавижу человека, если я впустил ненависть в свое сердце. И напротив, если мы любим человека, то тоже, что бы ни делал этот человек, мы всему верим. Мы всего надеемся. Именно так написано о любви. Что когда мы любим человека, то мы его расцениваем уже совершенно с другой стороны. Мы всему, что он бы не сказал, мы верим. Мы его любим, каким бы он ни пришел, как бы он там не храпел ночью, как бы он ни ел, как бы он ни ходил. И даже если у него голос скрипучий, все равно мы его любим. Ну вот так вот. Наша оценка человека, она всегда предвзятая. Опять же, если нам человек не нравится, то мы уже принимаем какие-то меры по отношению к нему. Санкции. Или месть, другим словом. То есть, что бы он ни сотворил, мы уже настроены на то, что бы ему как-то сделать нехорошо. Даже ученики Иисуса Христа, помните, они как хотели отомстить самарянам, которые не приняли их. Они так и сказали Иисусу, давай сведем с неба огонь и попалим этих людей негодных, негодяев. Давайте прочитаем это место. Очень интересное. Это записано в Евангелии Луки. Девятая глава, с 52 стиха. Иисус послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. За что самаряне не пустили этих людей к себе в селение, как написано? И вот прямо из текста читаем, что потому что они имели вид идущих в Иерусалим. То есть они были похожи на иудеев, на соседнее государство, если так можно сказать. А мы знаем из истории, что самаряне с иудеями не сообщались. Они не любили друг друга, если так мягко очень сказать, очень корректно. То есть у них были очень-очень напряженные отношения, очень такие вот нехорошие отношения. Мы знаем из Писания, что иудеи называли самарян псами, я уверен, что и у самарян, в свою очередь, тоже находились какие-то сочные слова для того, чтобы как-то охарактеризовать этих вот иудеев. То есть они ненавидели друг друга, хотя это и были братские народы. И они разговаривали на одном языке. Но вместе с тем они не терпели друг друга. Они друг друга ненавидели. Понятно, что вот эта вот сложившаяся ситуация между самарянами и иудеями, она наложила отпечаток даже на учеников Иисуса Христа, которые были, вот скажем, галилеяне, да, мы знаем. Ну, то есть они вот больше принадлежали к иудеям. И у этих людей было к самарянам, в свою очередь, тоже предвзятое отношение, сложившееся годами. И именно вот это вот отношение, оно сработало. И оно подогрело вот это вот все чувства. Вот нас не пустили, как они посмели. Мы же хорошие. Ну, знаете, они же не знали, самаряне, что с ними Иисус, который действительно был хороший, который нес с собой мир и доброе учение. Исцеление, в конце концов, он мог накормить много людей и так далее. То есть самаряне этого ничего не подозревали, и они просто вот так вот поступили. То есть этих хороших людей они не пустили. Ну, а дальше по накатке. Все эти чувства взбурлили, взбурлили. И можно представить себе, что мы всегда говорили, что это самаряне, они собаки, они псы и так далее. И тут, конечно же, вмешалось ко всем этим чувствам чувство справедливости. По справедливости за моральный ущерб нужно наказать этих негодных самарян. Давай мы сожжем их огнем. И они смотрят на Иисуса, еще приводят даже текст из Писания, как мы сегодня бы сказали. Помнишь, как Илья сделал? Вот это вот, когда они привели в пример Илью, это такой, знаете, образец, как можно Писание подставлять под свои хотелки. Не беря во внимание контекст, почему Илья тогда так поступал. Не беря во внимание ситуацию и так далее. Просто Илья так сделал, и мы так сделаем. И вот такие вот вещи происходят в жизни людей. Месть человеческая, она не всегда праведная в глазах Божьих. Не всегда праведная. И Иисус говорит, не знаете, какого вы духа. Дело в том, что только Бог знает наши мотивы. Только Бог знает, какой дух руководит нами, когда мы совершаем тот или иной поступок. И в этом благо. В этом благо. Потому что Бог, Он будет людей судить, я бы сказал, даже не так за их дела, как за их мотивы. Как за те мотивы, за те мысли, которые побудили человека сделать то или другое. Вы знаете, что поступки могут быть разными. Поступок может быть не очень хороший, на первый взгляд. Но почему человек так поступил? Бог знает. С другой стороны, поступок может быть очень красивый. Но почему человек сделал этот красивый поступок? Бог знает. Может быть, он ради своего собственного эго это сделал. Для того, чтобы его хвалили. Для того, чтобы, ну как депутаты делают, да, чтобы как выборы пройти, выиграть. Вот, и так далее. То есть, поступки могут быть разными. Может быть, не очень хорошими, а может быть, даже и очень красивыми. Но Бог знает мотивы. Давайте прочитаем, что пишет об этом апостол Павел в послании к евреям, 4 глава, с 12 стиха. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Ему дадим отчет. Смотрите, мы знаем, что Иисус сказал, что Слово Мое будет судить людей, будет судить этот мир. И вот смотрите, здесь в послании к евреям то же самое говорится, что Слово Божие, оно проникает до разделения души и духа. Что это значит? Я когда-то не понимал этого текста, но Господь открыл мне. Смотрите, что мы в Писании видим, что есть дела душевные, они же называются делами плотскими и они же называются бесовскими. Почему? Потому что дела душевные или плотские дела, что в принципе одно и то же, они всегда побуждаются или мотивируются нашими страстями, нашими похотями. А страсти и похоти, они всегда, ну как бы, возбуждаются бесами. И поэтому дела душевные, они являются теми делами, которые уводят от Бога. И с другой стороны, есть дела духовные. В другом месте можно прочитать плод духа. То есть человек, который вникает в Слово Божие, живет в согласии с божественными истинами, с его рекомендациями, как нам правильно жить, он имеет в себе Духа Святого. И Дух Святой руководит этим человеком. И таким образом он исполняет или совершает дела духовные. То есть как дела душевные совершаются самим человеком, так и дела духовные совершаются, или плод духа совершается человеком, благодаря воздействию Духа Святого. Вот. И Слово Божие, оно проникает до разделения души и Духа, то есть до понимания того, что хорошо и что плохо. То есть духовный человек, исполняющий волю Божию, он, как написано, судит обо всем. В другом месте так написано, что он имеет божественный ум, то есть он имеет ум Христов. Потому что он вникает в Слово Божие, он знает волю Божию и, соответственно, поступает. И это Слово, входя в человека, оно разделяет эти понятия, то есть дает нам понимание, где есть душевное, а где есть духовное. И слава Богу, что мы прочитали, что он точно знает, чем мы руководствуемся всей своей жизнью. Кстати, к этой же мысли я хочу добавить вот какой текст. Смотрите, 1 Коринфянам 3 глава с 11 стиха написано как «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть кроме Иисуса Христа другого основания у человека верующего быть не может. Дальше. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится? Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и Господь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Смотрите, вот этот вот текст, он немножко сложный для понимания, поэтому некоторые люди, которые проповедуют такое Евангелие, ничего не делание. И вот они говорят, что дела не важны перед Богом, потому что человек по-любому спасается. Но вот смотрите, давайте обратим внимание на 12 стих и на 13. Первое слово стоит «Строит ли кто?». И дальше в 13 стихе написано «Каждого дела обнаружится». То есть были дела у этих людей, они не сидели сложа руки, они не говорили, что «То, я по-любому спасусь». Они строили, они работали, они что-то делали и на основании Иисуса Христа, который был базой для их строительства. Смотрите, по поводу дел я просто продолжу мысль. Иисус говорит, если мы прочитаем в книге Откровения, Он к каждой церкви обращается такими словами «Знаю твои дела». «Знаю твои дела». И шесть раз, по-моему, так было. «Знаю твои дела». И в том числе Он обратился к Лаодикийской церкви. И вот Он говорит такие вещи, Иисус, к Лаодикийской церкви. Это третья глава Откровения, 15 и 16 стихи. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Ну, это тоже как бы к вопросу о спасении. Можно ли потерять спасение? Легко. Просто ничего не делай. «Знаю твои дела. Бог отжидает от нас плодов. Если ты не холоден, не горяч, ни рыба, ни мясо, если ты вот так вот просто тюфяком каким-то лежишь на диване, то Господь говорит, «Извергну тебя из уст моих». Другими словами, «Выплюну тебя». «Ты мне не нравишься. Ты не то, что должно быть». Это слова Иисуса Христа, и нужно к этому относиться очень серьезно. Бог ожидает от нас плодов. Бог ожидает от нас плодов. И это подтверждают очень многие притчи, которые говорил Иисус. Например, притча о талантах, притча о мине, о минах, притча о виноградной лозе, притча о посеянном на поле. И всякий раз, где человек ничего не принес, ну, допустим, про таланты или про мины, там приблизительно сходные мысли, люди трудились, что-то принесли для Бога, и Иисус говорит, что «Войдите в радость Господина вашего». А тот, который ничего не делал, тот был извержен вон, так как Иисус сказал Лаодикийской церкви, «Извергну тебя из уст моих». То есть извергнется тот человек, который ничего не делал для Царства Небесного. Если этого недостаточно, приведу пример виноградной лозе, тоже знакомая, да, читающие Библию знают, о чем я говорю. Виноградная лоза имеет на себе ветки, которыми являемся мы с вами. И ту ветку, которая не приносит плод, хозяин что делает? Отрезает и бросает в огонь. А поле, где посеяно что-то, зерно доброе, да, оно какое-то принесло в тридцать, какое-то в шестьдесят, какое-то в сто крат принесло зерно плода. А та земля, которая не принесла плода, она близка к проклятию. Это тоже слова Христа. Это мы должны осознать, это мы должны понять. И жить с этой целью, что-то сделать для Господа, чем-то послужить, потому что, ну, иначе мы не можем. Иначе мы не можем так досветить свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Тоже помните, наверное, если вы читаете Писание. То есть Господь ожидает от нас дел. Он не хочет, чтобы мы были праздными, ленивыми. К сожалению, на сегодняшний день очень сильно получила популярность вот эта вот теория ничего не делания. Господь нас и так любит, и так спасет, даже без дел. И иногда приводят тот текст, который я только что прочитал. Смотрите, что если дело сгорит, то человек все равно спасется как бы из огня. Но обратите внимание, еще раз я говорю, то место, где мы прочитали, что в 12 стихе написано «Строит», а в 13 стихе «Дело обнаружится». То есть дела эти люди делали, они не сидели сложа руки, и поэтому они спасутся. И вот здесь как раз и есть милость Божия, потому что Он знает порыва нашего сердца. Он знает нашу внутреннюю сущность, нашу искренность. И Он видит наши дела, что мы стараемся, что-то делаем. Возможно, наши дела, ну, не совсем нужны, может быть, для Царства Небесного. Однако Господь знает, что мы старались. И старались искренне. И старались, исходя из того, что мы любим Господа. Мы строили на Иисусе Христе. Пусть, может быть, не то строили. Пусть, может быть, мы все на все, что мы делали, оно сгорит. Но наша любовь, наша искренность, наше служение Богу, оно слишком дорого для нашего Господа. И поэтому Он нас спасает. Пусть Он нам награду не даст, но Он спасает просто потому, что видит, что мы искренне в своих делах. И именно поэтому этот текст относится именно к этим вещам, к этим людям, которые что-то делали, пусть не так, но они спасаются. Не к тем людям, которые вообще ничего не делали. С теми людьми, которые ничего не делали, с ними у Господа другой разговор. Они будут извержены, выплюнуты, отторжены во тьму внешнюю. Давайте это будем помнить и иметь в виду постоянно в своей жизни. И возвращаясь к нашей теме, хочу сказать, что наше служение Богу, оно заключается в нашем служении к ближним. В нашем служении ближним. И наше служение ближним, оно должно основываться на любви. Оно должно основываться на любви. К сожалению, я часто встречаю верующих, которые говорят о ближних как-то в таком, знаете, в негативном тоне. Они даже могут использовать такие слова. Тот у них негодяй, тот у них какой-то бестолковый, тот вообще непонятно какой. Знаете, мне хочется сказать, друзья, братья, сестры, остановитесь, что вы делаете? Вы на ближних своих? Говорите гадости. Вы на ближних своих позволяете говорить вот такие вещи, которые совершенно недопустимы в нашем лексиконе. Пусть даже я, может быть, не говорю о ближнем, ну, именно не произношу эти слова, бестолковый там и прочее, прочее, глупец, но я могу рассказывать какую-то ситуацию, ну, где там мой ближний как-то поступил, ну, скажем, там, бестолково, глупо, и я рассказываю это, смакую, какой он бестолковый, не произнося это слово, что бестолковый, но он сделал, учудил там чего-то, я это рассказываю, я смакую, смакую, и вы знаете, я тоже в таких вещах замешан, я как-то тоже допускал в своих разговорах о ближних что-то подобное, вот, и как-то раз, когда я такое совершил в своей жизни, рассказал там о своем ближнем, о своем знакомом, ну, такую вот вещь, нехорошую, и я почувствовал в сердце осуждение, обличение от Господа, я уверен, что это Господь со мной работал, я буквально услышал такие слова в себе, для чего ты говорил такие вещи об этом человеке, я начал думать, зачем я такое говорил, и знаете, такой вот, такая мысль мне пришла, что я в этот момент говорил ведь не совсем о том человеке, а я говорил о себе, я говорил о себе, о том, какой я умный по сравнению с ним, о том, какой я, ну, ну, не знаю, догадливый, талантливый, или еще что, то есть, говоря о ближнем, вот, в таком духе, в такие вот вещи, я просто себя поднимаю на ступенечку, на две, на три, на четыре, на пять ступенечек, выше, чем мой ближний, понимаете, суть, и я тогда остановился, я думаю, Господи, прости, прости, нельзя так делать, нельзя, ближних выставлять в таком свете, это не любовь, вернее, это любовь, но к себе, самоутверждение, еще, знаете, если ты там потом подкрепишь свои слова такими вот словами, что, а я ему говорил, о, вот это вообще бомба, вот это вообще, знаете, разрыв, я ему сказал, а он, или там, а я вот так и думал, что так получится, ну, и в таком же роде, то есть ты понимаешь, что вот этот бестолковый человек, а я вот что-то там ему сказал, причем, может быть, я и сказал там, знаете, так негромко, не очень, не очень это можно было услышать, так крякнул где-то между делом, вот, и вдруг получилось именно так, как ты сказал, как я сказал, и вот здесь вот триумф, вот здесь вот как раз бомба, я вот здесь вот как раз могу поставить свою жирную точку, я ему говорил, а он бестолковый. А вы замечали за собой подобные вещи? Если не замечали, то там два варианта, либо вы ангелы Божии, которые не грешите, либо вы просто слепые, которые не понимаете, что делаете. Поэтому давайте мы просто будем внимательны к своим поступкам, к своим чувствам, к своему отношению к ближним, потому что это касается наших отношений с Богом. К чему я это все говорю? Возвращаясь опять же к чувству справедливости, к чувству желания воздать злом за зло или там отомстить как-то, да? Смотрите, мы уже говорили о том, что чувство справедливости это божественное чувство, которое Господь вложил в нас, в людей, когда нас творил и делал нас подобными себе. Господь вложил в нас это чувство, но в силу грехопадения, в силу того, что мы стали испорчены, это чувство у нас приобрело нехорошие формы, а предвзятые формы. И мы можем даже объяснять, ну, допустим, свою зависть. Вот я завидую кому-то, да, но я не признаюсь себе в том, что я завидую. Объясняю это чувством справедливости. Или, допустим, я хочу, ну, скажем, присвоить себе, что мне не принадлежит. Украсть, да, будем так говорить. И я тоже могу себе объяснять это вот чувство, что я не вор там какой-то, а просто вот у меня чувство справедливости. У меня нет настолько не так хорошо обеспеченная жизнь, как у этого человека. У него не убудет, а мне хоть что-то там прибавится. То есть, опять чувство справедливости. Мы объясняем вернее себе, что это чувство справедливости, что это будет справедливость. Но почему-то наша справедливость, она всегда работает в одну сторону. то есть, я себя вижу обиженным, я себя вижу обделенным, я себя вижу вот каким-то, может быть, угнетенным. И, соответственно, я хочу как-то отомстить, как-то воздать, как-то приобрести то, что мне не принадлежит и тому подобное. То есть, вот так вот интерпретируем мы справедливость в силу своей испорченности. И именно поэтому, видя нашу вот эту испорченность, видя то, что в борьбе за справедливость мы можем наломать дров, мы можем натворить чего-то нехорошего, Писание говорит нам, римлянам, 12 глава, 19 стих, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь». Здесь я хочу привести такой пример. Я его слышал от одного проповедника, которого я уважаю, это Игорь Азанов. Он говорил такую вещь. Не помню дословно, но я интерпретирую по-своему. Представьте себе, что вам кто-то сделал зло. Но у вас есть очень хороший друг. Вы знакомы с главным судьей города, от которого зависит казнить или помиловать. И вот этот друг, он не просто так, что вы его знаете немножечко как-то на расстоянии. Нет, он ваш личный друг, с которым вы ездите на природу, с которым вы общаетесь, день рождения отмечаете, шашлыки вместе едите. Ну, то есть такой вот закадычный друг, которого вы хорошо знаете. и при случае вы с ним встретились и рассказали за свою обиду о том, что кто-то вас обидел, что-то вам сделал нехорошо. И вдруг этот судья, ваш друг, он говорит такие вещи. Знаешь, что, дружище, не переживай, не беспокойся, твоя беда, это моя беда, я ее беру на себя и я все порешаю. То есть можешь заниматься своей жизнью, своими делами, не переживай, даже аппетит не теряй, я займусь твоей проблемой, твоим делом. И как вы думаете, какая правильная реакция будет ваша, если вот это вот случилось в вашей жизни. Вот у вас знакомый друг хороший, который может все порешать, который сказал вам эти слова, ну, правильная реакция, естественная реакция, это просто действительно сделать так, как он сказал. Жить своей жизнью, заниматься своими там делами, аппетит не терять, не думать, уже забыть, просто оставить этого нехорошего человека, который сделал вам зло. Потому что судья вашего города пообещал, что он разберется. с этим нехорошим человеком. А теперь представьте себе такую картину. Вам судья сказал, все, не беспокойся, а вы пошли домой и думаете, ну, судья сказал, а я со своей стороны все-таки тоже что-то сделаю. И начинаю вынашивать там какие-то планы, какие-то козни, я ему там что-то сделаю еще, что-то еще, и начинаю что-то делать. То есть судья по-своему, а я еще добавлю со своей стороны. Как вы думаете, это будет вообще нормально или нет? Конечно, я думаю, что это никакой критики не выдерживает. Это неправильно. То есть если ты уже доверился специалисту, пусть специалист занимается, а сам занимайся своей жизнью. Оставь это, оставь. Это не твое дело. И вдруг, если бы судья, допустим, узнал, что вы со своей стороны тоже какие-то мысли вынашиваете, мщение придумываете какое-то для этого. Что этот судья скажет? Он скажет, ну, если ты занимаешься этим делом, тогда меня не втягивай. Тогда меня не втягивай. Занимайся этой проблемой сам. Решай это все своим каким-то путем. И будет прав. Точно так же и Господь говорит нам, вы мои дети и ваши проблемы это мои проблемы. Я разберусь с вашими обидчиками. Перестаньте злиться, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, это мне приятно. Так говорит Господь. Заниматься нужно добром. К этому призывает нас Писание, к этому призывает нас Бог через свое слово. Помните как у Христа как-то спросили фарисеи по какому случаю можно разводиться с женой? И потом они сказали, что Моисей в законе разрешил давать жене разводное письмо. Помните, если не помните, прочитайте, это записано в Писании, сейчас будет тут текст. И что Иисус ответил этим людям? по жестокосердию вашему Моисей позволил это делать? Что сказал этими словами Иисус? Что сказал? Он сказал, что у тех, кто хочет исполнять Божью волю, там в принципе жестокосердия быть не должно. Просто именно поэтому разводные письма, разводы в церкви это абсурд. Это то, чего просто, ну, это нонсенс, это то, чего просто быть не должно в церкви. Потому что если есть развод, если есть подобные вещи, это значит, вы не носители Божьего Духа. Жестокосердие и церковь это вещи несовместимые. Их просто не должно быть в церкви. Именно это имел ввиду Христос, когда отвечал фарисеям по поводу разводного письма. Служите друг другу любовью. Не воздавайте злом за зло. И в этом всем есть служение Богу. В этом всем есть служение Богу. У одного голливудского сценариста спросили, что самое главное или самое сложное в написании сценария. И он ответил так. Самое сложное, самое главное это продумать конец. Друзья, я хочу вас ободрить. Бог уже давным-давно продумал концовку. И ничто не сможет воспрепятствовать Богу завершить все начатое до конца. Господь все сделает так, как Он прописал в своем слове. А хотите знать, какая концовка? Читаю. Вот она. Деяние 17 глава 31 стих. Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. А мы с вами знаем, кто этот муж. Это Иисус Христос, который держит нас в своих руках, который сказал, что никогда нас не оставит, и который ожидает от нас плодов всего того, о чем мы только что рассуждали. Поэтому наша задача это просто довериться Ему и не роптать и творить добро. Да благословит нас всех Господь и поможет нам. Благословит